здравствуйте дорогие друзья в данном видео я хотел бы затронуть очень важную тему такую как аллергия на рассаду это вот такая узкая тема этого видео я почему она возникла потому что пациенты рассказывают истории когда у них или у их близких дома начинается вот какая-то аллергия и какие-то странные проявления и они не понимают в чем дело они идут к врачам врачам также очень сложно разобраться почему у человека возникают те или иные симптомы про симптомы мы сейчас еще поговорим они назначают обследование они начнут назначают какое-то лечение и проходит достаточно много времени прежде чем пациент или его врач выйдет на эту ситуацию что у человека оказывается всего лишь аллергия на рассаду достаточно ее убрать и в общем-то все симптомы пройдут у человека исчезнут ну кроме того конечно есть еще и специфическое лечение тех или иных состояний если человеку ну важно обязательно избавиться именно от этой аллергии ну или в целом укрепить иммунитет и так какие могут возникать симптомы со стороны например желудочно-кишечного тракта расстройства стула рвотные позывы боли спазм и диарея и в принципе вот уже мы слышим что симптомы которые напоминают синдром раздраженного кишечника и в этом случае человек идет гастроэнтерологом и ему действительно могут поставить такой диагноз назначать лечение лечение будет в каких-то случаях успешно в каких-то нет но пока мы не убрали эту рассаду или какие-то цветки цветы то мы естественно от человека не излечим поскольку действует фактор дальше на коже могут быть зудящая сыпь крапивница или дерматит но здесь тоже в общем-то могут поставить различные диагнозы дерматологи могут поставить диагноз экзема лечить гормональными мазями или еще чем-то это будет на какое-то время приносить облегчение но пока фактор не устранен мы человека не вылечим на слизистой если вдруг как-то что-то попадает с этой рассадой на слизистой соответственно может быть стоматит и даже в некоторых случаях отек квинки ну соответственно здесь конечно вызываются скорой помощи и естественно человека человек уводит полинезолон обычно и в общем-то состояние купирует либо госпитализирует опять же надо разбираться как мы видим дыхательная система один из первых симптомов вот такой аллергии может быть чихание кашель ренит першение в горле и опять же мы понимаем что сейчас на фоне к вида вот этой персистирующей ковидной инфекции которые приспосабливается который да конечно растерял свои особо опасные свойства но не потерялась сама по себе вот в нашем мире да в том что существует разные микс инфекции да то что мы привыкаем что человек периодически болеет и до становится от каких-то средств лучше но пока пока мы не укажем на конкретной причину да мы соответственно человека не вылечим и в крайних случаях конечно же бывает анафилактический шок что естественно требует вызова скорой помощи и введения пронизолона и прочей прочей терапии и в общем то что может в целом да что то что к тому что я сказал что важно важно установить этот источник то есть важно посмотреть на что какие цветы растут какие цветы мы выращиваем в доме да не появилось ли что-то нового какого-то цветка вдруг кто-то из близких купил какой-то новый цветок или это время высадки рассады какой-то да и это могут быть томаты например очень часто на томаты такая реакция вообще на посленовые может быть очень выраженной реакции но это может быть и другие растения также вот какая какая вот такая тема вот она возникла процессе моего общения с пациентами на мой взгляд нужно обращать на это внимание чем я и занимаюсь давайте будем внимательны к таким фактором благодарю всех за внимание